Итак, мой доклад посвящен, будьте любезны, презентацию мою. Покажите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я расскажу сегодня об истоках, об истории вопроса. Расскажу о первых многоцентровых исследованиях, которые легли в основу как раз современных алгоритмов лечения глаукомы, мониторинга глаукомы. И позволю напомнить вам, что глаукома – это хроническое нейродегенеративное заболевание, поэтому, естественно, оно прогрессирует. И хотя оно прогрессирует медленно, тем не менее оно приводит к необратимой слепоте. И мы никогда не можем предугадать, когда впервые видим больного глаукомой, по какому сценарию будет развиваться его заболевание. Между тем, для того, чтобы лечение было максимально персонализированным, нам важно как можно раньше определить скорость прогрессирования заболевания в каждом индивидуальном случае. Как все это начиналось? На самом деле история вопроса уходит корнями в 60-е годы прошлого столетия, когда в клиническую практику активно внедрился периметр, статическая периметрия, и очень быстро стало заметно, что далеко не во всех случаях офтальмогипертензия переходит в глаукому, и далеко не всегда при повышенном давлении болезнь прогрессирует, в то время как, напротив, при нормальном давлении болезнь может быстро развиваться. И вот эти первые публикации появились первоначально в Швеции, в Уэльсе, потом в разных странах Европы, Соединенных Штатов, и все они были об одном и том же. Они остро поставили вопрос, а надо ли снижать внутриглазное давление при глаукоме. И это действительно было шокирующим моментом, потому что все привыкли, что глаукому надо лечить путем снижения глазного давления. Вот обзор Эндреса Хейла, сделанный по всем публикациям тех лет. Он показывает как раз, что офтальмогипертензия далеко не всегда ведет к глаукоме, а по некоторым данным японских исследователей, у 93% больных глаукомой на самом деле давление нормальное. И так все это продиктовало необходимость проведения многоцентровых исследований, рандомизированных, с очень хорошо организованной базой, со статистикой. И вот эти исследования вам всем хорошо известны, они перечислены на слайде. И я хочу подчеркнуть, что некоторые из них, такие как The Early Manifest Glaucoma Trial, или исследование по начальной глаукоме, The Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, исследование по глаукоме нормального давления, имели контрольную группу. То есть это была контрольная группа из пациентов, которые на протяжении всего исследования не получали никакого лечения, хотя у них была глаукома. И таким образом была уникальная возможность проследить естественное течение заболевания и выявить те факторы риска, которые сопряжены с его прогрессированием. Что же показали эти исследования? Самое первое в мире исследование по начальной глаукоме отчетливо показало, что давление снижать надо. И в этом исследовании были выявлены факторы риска прогрессирования, базовые, то есть которые выявлялись на момент начала исследования. Исходное внутриглазное давление, псевдоэксплитивный синдром, возраст, двусторонние поражения. В ходе мониторинга были выявлены также факторы, их оказалось меньше, которые были ассоциированы с прогрессированием. И опять-таки внутриглазное давление, геморрагия на диске зрительного нерва и тонкая роговица. Но, коллеги, обратите внимание, что уже в этом первом исследовании совершенно четко было понятно, что болезнь прогрессирует у тех пациентов, у кого имеется сердечно-сосудистая патология. И прогрессирование связано с перфузионным давлением. И этот результат повторялся из исследования в исследование. И он очень важен. Сегодня этому будет посвящена отдельная лекция профессора Либмана. Исследование по офтальмогипертензии вам хорошо известно, потому что все мы знаем, факторы, выявленные в этом исследовании, они лежат в основе калькулятора, который позволяет рассчитать риск перехода офтальмогипертензии в глаукому и решить, надо снижать глазное давление пациенту или нет. И опять те же факторы. Возраст, размер экскавации, внутриглазное давление и толщина роговицы. Все эти исследования, о которых я говорю, ответили на главный вопрос, который был поставлен в начале. Надо ли снижать внутриглазное давление? И они показали и привели нас к тому постулату, которому руководствуемся до сих пор, что каждый миллиметр снижения офтальмотонуса уменьшает риск прогрессирования на 10, а по некоторым данным даже на 19%. И это было очень важным открытием, которое немного успокоило всех, что да, снижать давление надо, но интрига осталась, потому что посмотрите на результаты этих исследований. Во всех этих исследованиях было совершенно отчетливо заметно, что группы с прогрессированием и группы без прогрессирования были очень близко друг к другу расположены. Например, посмотрите, диаграмма внизу справа, это результаты исследования нормотензивной глаукомы. Кривые идут почти рядом. Было понятно, что снижения глазного давления недостаточно для того, чтобы приостановить прогрессирование. И вот тогда совершенно изменился мониторинг глаукомы. Во-первых, стало понятно, что давление должно быть даже более низким, чем первоначально пытались установить целевое давление, но поняли, что надо в каждом индивидуальном случае определять скорость прогрессирования заболевания. И вот как раз к тому времени появились алгоритмы, которые обеспечивали эту возможность, когда в ходе анализа событий и анализа тенденций появилась возможность рассчитать в цифровом значении скорость прогрессирования в децепеллах в год, процентах в год. И это было очень важным, потому что увидели, что у одного и того же больного скорость прогрессирования может быть различной. Посмотрите, в правом глазу болезнь не прогрессирует, а в левом она очень быстро прогрессирует. То есть лечение должно быть разным. И это применялось с очень важной целью, потому что очень быстро рассчитали и узнали, что скорость прогрессирования глаукомы в целом небольшая. 4 десятых децепела в год. При такой скорости риск слепоты возникает только через полвека. То есть реально пациент может прожить свою жизнь, сохранив зрение. Но если вы посмотрите на диаграмму справа, то увидите, что у значительного количества больных скорость прогрессирования больше 1 децепела в год. Это быстрое прогрессирование. И тогда период сохранения зрительных функций сокращается до 10-15 лет. Кроме функциональных тестов, естественно, сразу стали обращать внимание на состояние зрительного нерва. Тогда еще не было методов визуализации. Просто фотографировали зрительный нерв, и три независимых эксперта оценивали его состояние и прогрессирование глаукомного поражения. И тогда очень быстро заметили, что прогрессирование ассоциируется с кровослияниями на диске зрительного нерва. И этот вывод тоже повторялся из исследования в исследование. Посмотрите на работу этого года. Ретроспективный 10-летний анализ в Южной Корее показал, что геморрагия на диске – это едва ли не единственный предиктор прогрессирования глаукомы, который очень тесно был связан с недостаточным снижением внутриглазного давления. Мы все знаем, что когда появляются кровослияния на диске зрительного нерва, скорость прогрессирования глаукомы может возрасти в три раза. И это очень важный сигнал для изменения тактики лечения. Не случайно поэтому скорость прогрессирования глаукомы на сегодня заложено в формулы расчета целевого давления, что представлено в европейских рекомендациях по глаукоме. Это применяется и в клинических исследованиях. Классический пример тому – канадское исследование. Посмотрите, здесь снижали целевое давление в зависимости от скорости прогрессирования, хотя оно изначально у пациентов было 18 мм на уровне старта исследования, но снижали давление до 14 мм, и это позволило снизить скорость до 0,11 дБ в год. В этом исследовании впервые было показано, что болезнь может прогрессировать очень медленно, со скоростью даже 0,3 дБ в год. Но это было очень четко организованное, проспективное, рандомизированное исследование, где больные очень тщательно мониторировались. Кроме того, было установлено, что разные формы глаукомы прогрессируют с разной скоростью. Например, нормотензивная глаукома прогрессирует в 3 раза медленнее, чем псевдоэксполитивная глаукома. В исследовании по нормотензивной глаукоме, где, напомню, была контрольная группа без лечения, впервые было показано, что скорость прогрессирования не связана с внутриглазным давлением. Однако были выявлены другие факторы риска, такие как преднадлежность к африканской этнической группе. У африканцев глаукома прогрессировала гораздо быстрее, чем у европейцев или у азиатов. И опять-таки геморрагия на диске зрительного нерва, мигрень, женский пол – все это ассоциировалось с прогрессированием заболевания. Позже в исследовании по глаукоме нормального давления были подтверждены эти выводы. И показано, что прогрессирование связано не столько с внутриглазным давлением, сколько с перфузионным давлением, то есть разницей между артериальным давлением и внутриглазным давлением. И впервые было показано, что лечение глаукомы очень тесно связано с приемом антигипертензивных препаратов и низким перфузионным давлением. Важно подчеркнуть, что все эти исследования ставили перед собой цель ответить на вопрос, кроме того, как лучше лечить глаукому. Поэтому сравнивались методы лечения хирургического, лазерного, различные методы медикаментозного лечения. Впервые было показано, например, что лечение медикаментозное или хирургическое не влияли на скорость прогрессирования, а в исследовании по продвинутым стадиям глаукомы и вмешательствам хирургическим и лазерным было показано очень интересный вывод, обратите внимание. Чем больше в анамнезе хирургических вмешательств, тем больше было прогрессирование. Это очень неблагоприятный фактор. Кроме того, очень важное исследование, которое было проведено уже в наши дни, доказавшее, что лечение латонопростом в два раза снижает скорость прогрессирования заболевания. И вот это исследование, проведенное в 10 клинических центрах Великобритании, впервые имело плацебо-контролируемую группу. То есть, опять-таки, была группа контроля, которая не получала лечения, несмотря на то, что была у больных глаукома в течение двух лет, но получала плацебо. И вот только через год, благодаря периметрии, удалось установить, что латонопрост снижает прогрессирование глаукома в два раза. То есть, совершенно очевидно было, что другие факторы влияли также на прогрессирование заболевания. И обратите внимание, опять-таки, это были геморрагии на диске зрительного нерва. Позже ретроспективное исследование, проведенное в Колумбийском университете совместно с Сан-Пауло университетом, показало еще один очень важный фактор риска прогрессирования, а именно перепопулярную атрофию хорейдеи. И, кроме того, с прогрессированием ассоциировались максимальные за период наблюдения цифры внутриглазного давления, так называемого пикового давления. Очень важно, что недавно были оценены факторы, которые ассоциируются с быстрым прогрессированием. Я вам говорила, это больше одной децебелы в год. И вы видите факторы все те же самые. Возраст, толщина роговицы, псевдоксфляция, геморрагия на диске, исходное состояние глухомного процесса. Но, что очень важно, опять подчеркивалась роль сосудистых факторов. В 2,3 раза повышался риск прогрессирования, если у больного было низким перфузионным давлением. Кстати говоря о давлениях. Когда Эрнст в 2012 году провел метаанализ всех публикаций, которые пытались ответить на вопрос, надо ли снижать глазное давление при глухоме, то из 412 работ были отобраны наиболее достоверные, и оказалось, что в 65% случаев это было подтверждено. Да, глазное давление связано с прогрессированием. Однако, обратите внимание на эту диаграмму, эта связь была не всегда прямой, была и обратная связь. Тогда решили, что надо применять статистические методы более серьезные. И вот исследование в Нидерландах было очень интересно, дизайн имело. То есть применялись все методы статистической обработки, которые ранее применялись во всех этих многоцентровых исследованиях. И опять были выявлены факторы. Посмотреть их всего три. Возраст, исходная степень глухомного поражения и внутриглазное давление. Но что очень важно, в этом исследовании был сделан вывод, что вот эти противоречивые данные о роли внутриглазного давления в прогрессировании во многом были связаны с статистическими методами обработки данных. Тогда пошли дальше. Придумали математические модели, базированные на этих же факторах, перечисленных. И надеялись, что эти статистические модели, математические модели позволят лучше прогнозировать прогрессирование больных. Но оказалось, что диагностическая предикторная активность этих моделей очень невелика. Важно подчеркнуть, коллеги, что сейчас мы находимся в новой эре подобных исследований. Потому что появились методы визуализации. Они появились довольно давно, в принципе, но пока результатов их применения в оценке прогрессирования не так много. И сейчас уже совершенно понятно, что благодаря оптической когерентной томографии прогрессирование можно определять гораздо быстрее. И мы опять-таки видим при помощи анализа событий, анализа тенденций, что в разных глазах скорость прогрессирования у пациентов может быть различной. Вот здесь перечислены многоцентровые проспективные исследования, которые продолжаются в настоящее время с применением этих технологий. И они уже нам показывают, например, важную роль исследования макулярной области в прогрессировании глоукомы. Здесь перечислены все клинические исследования в мире, которые продолжаются на эту тему. И вы видите, что они еще не окончены. И о них несколько позже скажет профессор Зенковилл из Калифорнии. Я хочу обратить ваше внимание на когерентную томографию с функцией ангиографии, которая дала нам возможность визуализировать сосудистое русло диска зрительного нерва, перепапиллярной сетчатки и макулярной области. И это очень важно, потому что эти параметры, характеризующие микроциркуляцию, позволяют также оценивать состояние глоукомного процесса. И вот наша первая публикация в 2016 году впервые показала, что очень важно в начальной стадии глоукомы оценивать перфузию макулярной области. Она страдает уже в начальную стадию глоукомы, возможно, даже в припериметрическую стадию заболевания. Позже мы обнаружили связь показателей ОКТ-ангиографии с параметрами электрофизиологических исследований, которые очень чувствительны к ранней дисфункции гонглиозных клеток. И многие авторы замечают, что связь между микроциркуляцией показателями ОКТ-ангиографии более выражена с полями зрения, нежели со структурными показателями у полей зрения. То есть, иными словами, по данным ОКТ-ангиографии, можно прогнозировать истончение слоя нервных волокон. И это очень перспективно, это очень важный может оказаться предиктор, в чем мы убедились в нашем недавнем исследовании, когда оценили различные клинические показатели и обнаружили, что параметры микроциркуляции, вот они выделены красным на этом слайде, наряду с показателями ретро-бульбарного кровотока, кровотока в задних коротких цилиарных артериях, в центральной артерии сетчатки, имеют очень высокую предикторную активность. Они позволяют прогнозировать прогрессирование заболевания в течение ближайших двух лет. Это было перспективное исследование. Наравне с прочими показателями, которых мы уже знаем, такими как толщина слоя нервных волокон и глазное перфузионное давление. В нижней строке есть и эта цифра. Но что очень интересно, мы все прекрасно наблюдаем и убеждаемся постоянно теперь, что имеется очень высокое соответствие между плотностью капиллярной сети, нижней картинки на этом слайде, со структурными изменениями, посмотрите, ганглезный комплекс сетчатки, и с полями зрения в верхнем правом углу, вы видите. Но более того, мы сейчас все больше убеждаемся, что в процессе мониторинга исчезновение капиллярной сети, так называемое выпадение капиллярного русла, опережает структурные изменения. Вот за полгода в данном случае мы видим пациента, у которого снижается плотность капиллярной сети быстрыми темпами, в то время как структурных изменений за этот период мы не замечаем, и поля зрения неизменные. Вот здесь то же самое вы видите на примере плотности капиллярной сети в перепапиллярной сетчатке. Она быстро очень ухудшается за полгода, в то время как структурных изменений мы пока не наблюдаем. Мы заметили также на совпадении кластерных изменений, то есть там, где происходит выпадение капиллярной сети, в верхней гемисфере в данном случае, посмотрите на верхние иллюстрации, в два раза снизилась плотность капиллярной сети за 7 месяцев у этого пациента. И это сопровождалось истончением слоя нервных волокон в том же секторе. И мы видим на показателях у катангиографии парофобия, как быстро исчезают сосуды в макуле, и это сопровождается также увеличением изменений. В гонглиозных слоях вы видите на снимке внизу появление новых дефектов полей зрения, очень близко расположенных от точки фиксации. Очень интересен мета-анализ, выполненный совсем недавно. Всех исследований многоцентровых по глаукоме, посмотрите, 2733 публикации были проанализированы, и выделены 103 различных прогностических фактора, прогноза прогрессирования заболевания. Но когда были отобраны самые достоверные, то вы видите, что они оказались те же самые. Возраст, геморрагия на диске, исходное состояние глаукомного процесса, исходное внутриглазное давление и наличие псевдоэксполитивного синдрома. Мы все больше понимаем, что различные данные в разных многоцентровых исследованиях объясняются факторами, которые мы, безусловно, должны учитывать в каждом случае. И речь, по-видимому, идет об определенных фенотипах глаукомы. Ведь, коллеги, вдумайтесь, на сегодня известны 4 гена, которые отвечают всего за 5% случаев глаукомы. Абсолютно очевидно, что болезнь прогрессирует в зависимости от унаследованных факторов риска, которые проявляются в определенный момент жизни. И их можно свести к нескольким фенотипам. Сейчас пытаются эти фенотипы раскрыть, сформулировать. Очень важное исследование, геномоассоциированное исследование при глаукоме, выполненное на 2000 пациентов, позволило выявить всего 20 локусов, отвечающих за фенотипы глаукомы, которые перекрываются эти гены между собой. И вот эти как раз фенотипы здесь перечислены на слайдину, подробнее о них расскажет профессор Либман. Я хочу здесь упомянуть очень важную роль университета Южной Калифорнии в Сан-Диего, возглавляемый профессором Вайнребом и Линдой Сенгвилл, очень важную роль играет в том, что это координационный центр по всему миру, инициирующий многоцентровые исследования. И вот в этом плане очень важное исследование генетическое, которое сейчас стартует, и будут сравниваться африканцы с европейцами, потому что мы знаем, что у африканцев гораздо хуже протекает глаукома, и мы сможем узнать новые факторы, которые влияют на развитие этого заболевания. И, безусловно, очень интересно и перспективно найти биомаркеры. Вы представьте, если мы могли бы взять, например, слюну, или взять кровь у пациента и поставить диагноз, такие биомаркеры активно ищутся, но пока мы очень далеки от финала, и мы пока имеем потенциальные биомаркеры, но точно не знаем, как они будут ассоциированы с прогрессированием. Таким образом, коллеги, выявление прогрессирования и его скорости – это ключевой момент в мониторинге глаукомы. И, безусловно, для того, чтобы это определить, мы должны использовать все возможности, исследовать структуру, функцию, в перспективе, возможно, и циркуляторные параметры, тоже ОКТ-ангиографии. Но сейчас мы уже понимаем, что это многофакторные заболевания, и для персонализированного подхода к лечению мы должны учитывать фенотипы, что, по-видимому, определит будущий мониторинг глаукомы. Спасибо всем за внимание. И я хотела бы в завершении доклада обратиться ко всем коллегам русских, в Российской Федерации, регионов и тех, кто нас сейчас слушает. Не стесняйтесь, активно задавайте вопросы. Вы можете писать свои вопросы на сайте симпозиума, и после каждого доклада мы будем иметь несколько минут, чтобы ответить на эти вопросы. Сейчас я попрошу вас включить ролик из Сан-Диего. Как раз сегодня утром только Линда Зенкл, которую я сейчас упомянула, любезно согласилась предоставить нам запись. Она, к сожалению, не смогла подключиться к эфиру. Вы знаете, очень большая разница во времени. Но, тем не менее, приветствие. И Линда расскажет немного о том, что происходит в этом институте Южной Калифорнии в Сан-Диего. Будьте любезны. Это мои финансовые информации. У нас несколько продольных исследований глаукомы проводятся, и мы участвуем в них активно. Они, собственно, поддерживаются национальным центром, индустрией и фондами. Я покажу, как инфраструктура помогает нам проводить эти исследования. У нас диагностические инновации в исследовании глаукомы. Это все начато в 1995 году. Мы стали новой технологией визуализации использовать, и как они помогают, например, нам диагностировать глаукому. Как помогают прогрессию определять. Мы сначала ретинотомографию, Гальдельбергскую используются, временную домену, спектральный домену ОКТ, а теперь мы также используем СВЭП ОКТ, а также ангиографию. И мы хотим изучать миопию. Помогут ли эти технологии различать миопу высокой степени и глаукомных пациентов? В 2002 году у нас начато новое исследование, чтобы определить и понять, почему люди, афроамериканцы, имеют больше прогрессивнее глаукомы, чем европейцы, и в них более распространено это заболевание. И мы начали изучать ламинокреброзу, изучать биомеханику. На ОКТ мои коллеги из Алабамы, а также из Колумбийского университета участвуют в этой исследовании. И отчего вы можете не знать, у нас закончился 20-летний период наблюдения, и мы применяли ОКТ на последнем визите в исследовании, и мы сравнивали ОКТ со всеми другими параметрами, которые мы изучали. Мы также взяли все данные с клинической оценки на протяжении 20-летнего наблюдения за пациентами и стали сравнивать. И мы сравнивали микрососудистые русла и биомеханические свойства решетчатой пластинки. Во всех этих исследованиях очень важно полагаться на инфраструктуру. Итак, у нас есть стандартизованная оценка для прочтения значений ОКТ, ВИСФАКТ и АЙДЕ. Вот два таких, две центральных лаборатории для интерпретации данных. И исследование АДАЧАС-3. Это исследование для идентификации генов при паук у афроамериканцев. То есть генетическое исследование. У нас основные исследователи Роберт Вайнреп и Джерри Роттер в Калифорнии, директоры биобанка, геномная статистика. Все это учитывается. У нас пять центров участвуют. Очень сложный протокол, но у нас очень серьезная координация, очень серьезные оценки. Биобанк, обработка данных, централизованная. То все образцы направляются в Сан-Диего, в Лос-Анджелес. И вот результаты этого сотрудничества, они продемонстрированы в этих интересных публикациях. И мы начинаем публиковать данные по генетике глаукомы у афроамериканцев. И недавняя публикация в GMA показывает, что вариации локуса LPBB2 как раз связана с наследственной предрасположенной глаукомы. Таким образом, это очень серьезное взаимодействие. И инфраструктура, на которую мы опираемся, также подразумевает использование искусственного интеллекта, таких стратегий. И анализ больших данных или массивов данных. Это открывает новые возможности в офтальмологии. Итак, глубокое изучение данных. Это означает, мы используем модели глубокого изучения, фото глазного дня, и все интегрировали за 20-летний период. И мы увидели на основании этого анализа в группах глаукомы средней тяжести, тяжелой, с чувствительной специфичностью более 90%, мы могли поставить диагноз, собственно, на основании вот этих фотографий. Мы также используем эту модель для изучения ОКТ. мы СНВС используем и не только пучки, но также интенсивность в окселе, то есть отдельные волокна. И мы увидели, что эта плотность дает очень важную информацию, которую мы не рассматривали. То есть клиницисты обычно смотрят ГКС, СНВС, а мы можем получить доп. информацию. И именно вот эти новые алгоритмы глубинного или глубокого изучения дадут нам новую информацию, и мы будем использовать то, что мы ранее еще не использовали. И все дает лучшую диагностическую точность, большую, чем даже карты СНВС для диагностики глаукомы. Спасибо при огромное за возможность, предоставленную возможность моей информации в изучении глаукомы, в Центре изучения глаукомы Гамильтона. Я очень благодарна профессору Линде Зенгвилл за это очень важное дополнение. Коллеги, вы видите, какие серьезные перспективные исследования в мире сейчас проводятся. Спасибо.